Привет! Сегодня будем состаривать поверхность с помощью набора для патинирования от компании пинтар. В набор входит 5 цветных акриловых красок по 20 мл, 1 бронзового цвета и 4 зеленых оттенка. Для примера я возьму книгу травника. Сначала я грунтую поверхность книги с помощью спонжа и белой акриловой краски той же фирмы. Это не обязательно, просто меня отвлекают надписи на обложке. Чтобы патина смотрелась эффектней, поверхность для декорирования должна быть рельефной. Поэтому я создам рельеф с помощью сухоцветов. Для начала я выкладываю приблизительную будущую композицию и затем с помощью клея ПВА приклеиваю растения к обложке. Таким образом можно классно украсить блокнот или, например, фотоальбом. Плюс это будет классным украшением для книги с тематикой лекарственных растений. Все цветы обязательно должны быть полностью сухими. Сушка в книге не менее недели. И приклеивать нужно максимально аккуратно, так как растения очень хрупкие. Когда закончили работу с клеем, ему нужно дать полностью высохнуть. Не менее двух часов. И ускорить сушку можно при помощи фена. Пока мой гербарий сохнет, я покажу вам выкраску цветов из набора. Первый бронза, второй темно-зеленый, третий яркий зеленый, четвертый светлый оттенок и пятый серо-зеленый цвет. Цветные оттенки холодные, приятные и очень укрывистые. После высыхания имеет матовую поверхность. Возвращаемся к сухоцветам и обрезаем лишнее. Я начинаю работу с бронзового цвета, которым полностью покрываю обложку книги. В инструкции сказано нанести цвет античной меди, высушить его и затем чередовать остальные цвета. При этом покрываю не всю поверхность, а ее отдельные части. Так я и делаю. Акрил имеет очень мягкую, приятную, густую консистенцию. Расход материала маленький, так как все цвета хорошо пигментированы. Сохнет быстро, поэтому через 5 минут я приступаю к следующему цвету, темно-зеленому оттенку. Работаю с сухой кистью без добавления воды. Краску наношу легкими втирающими движениями, в произвольном порядке. Видео не ускорено, поэтому хорошо видно, как быстро схватывается краска и поверхность становится матовой, а в углублениях блестит бронза. Дальше наношу цвета от темного к светлому, закрашивая все большую поверхность обложки. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут я наношу краску, разбавленную водой и вытираю лишней сухой салфеткой, чтобы краска осталась только в углублениях. С обратной стороны обложки я решила поэкспериментировать и разбавлять краску водой, чтобы придать ей эффект, как будто книга пережила длительное хранение во влажном сыром помещении старого замка. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас это прямые солнечные лучи, поэтому поверхность кажется более контрастной. В таком освещении лучше всего видно матовую поверхность цветных красок и блестящую бронзу. Эффект получился даже интереснее, чем я ожидала. Отличный материал для декора твердых поверхностей и скраббукинга. Ссылку на набор для патинирования PintArt я оставлю в описании. А вам спасибо за внимание. Пока-пока!